Управление Пенсионного фонда по Бавлинскому и Тазинскому районам подвело итоги работы за 2016 год. В отчетном собрании приняли участие заместитель главы района Ренат Хамедуллин и заместитель начальника административно-хозяйственного отдела отделения Пенсионного фонда России по Татарстану Алексей Котелевский. Итоговое собрание началось с вручения сертификата на материнский капитал в трем семьям, у которых появились на свет вторые и последующие дети. С начала действия закона о материнском капитале его в Бавлинском районе получили около двух с половиной семей. В своем докладе начальник управления Пенсионного фонда Станислав Тимофеев сообщил, что за минувший год в бюджет Пенсионного фонда собрано страховых взносов в сумме более 540 миллионов рублей. На выплату пенсии, пособие других соцвыплат выделено более двух миллиардов рублей. Как отметил Станислав Тимофеев, в результате проведенных мероприятий по повышению уровня пенсионного обеспечения средний размер пенсии возрос на 3,6%. За отчетный год в бюджет Пенсионного фонда поступил страховый взнос в сумме 541 миллион рублей. В бюджет Пенсионного обязательного медицинского страхования 120 миллионов рублей. Темп просто поступления страхового взноса по сравнению с 15-го года составил соответственно 105% и 107%. Обеспечены бесперебойные выплаты пособий и других социальных выплат 10 931 вавленцу и 6 897 витазинцам. Объем средств на францию на выплаты пенсии, пособий и других социальных выплат составил 2 миллиарда 748 миллионов рублей. И по сравнению с 2015 годом увеличился на 5,5%. В результате проведенных мероприятий по повышению уровня пенсионного обеспечения средний размер всех пенсий возрос на 3,6% и по оперативным данным составил 11 857 рублей 42 копейки по болезнему району и 11 899 рублей 28 копейки по елитазинскому району. Хотя по республике Татарстан эта цифра составляет 11 963 рублей 25 копеек. То есть мы с вами отстаем пока от республиканских цифр. Вместе с тем обеспеченность собственными средствами на выплаты страховой пенсии составила 35,1%. По состоянию на 1 января 2017 года задолженность по страховым взносам предприятий района составляет более 1 миллиона рублей. Задолженность индивидуальных предпринимателей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование составляет более 8 миллионов рублей. Пенсионный фонд ведет работу по повышению качества предоставления госуслуг населению. В прошлом году около 60% заявлений на назначение пенсии, единовременной выплаты и средств пенсионных накоплений, заявлений на доставку, жители района подали в электронном виде. Ренат Хамедулин коротко рассказал о социально-экономических показателях района за минувший год. Завершилось собрание награждениями. Нагрудным знаком отличник Пенсионного фонда Российской Федерации награждена заместитель начальника Пенсионного фонда Светлана Ушакова. Также благодарственными письмами и почетными грамотами были награждены особо отличившиеся.